МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывшим руководителем региона, экс-губернатора Наталью Комарова, коллеги проводили аплодисментами. Второе обязательное. Выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике. Экзамен профильного и базового уровней сдавали 2500 ребят. И тренировали не только ум, но и выносливость. И силу духа в Саргуте прошел ночной полумарафон по интеллектуальным играм. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поблагодарила за путь, который прошли вместе. Накануне, в день объявления о своей отставке, с поста губернатора Ахмала Наталья Комарова попрощалась с парламентариями на Кружной Думе, представителями регионального правительства, сотрудниками федеральных ведомств, правоохранительных органов, общественных объединений Хантамансийской митрополии. Экс-руководитель автономии напомнила участникам встречи, что вместе они не только дали название своему сотрудничеству команда Югры, а главное, достигли результатов в задачах, что они ставили перед собой. Я каждому из вас говорю большое спасибо. И тогда, когда получалось, и когда не получалось, это движение. Это движение, движение вперед, потому что на ошибках хочется, как известно. И тогда, когда это происходит, важно, чтобы мы могли распорядиться ими на пользу. Очень большие проекты подняли, ликвидировали все балки с советских времен, людей переселили. Участники встречи выразили взаимную благодарность и признание за плодотворный труд и достойный вклад в развитие Югры. Теперь уже экс-губернатора коллеги проводили аплодисментами. Напомню, Наталья Комарова руководила Хантамансийским автономным округом более 14 лет. За этот период возведено свыше 4000 спортивных сооружений, почти 1300 открытых площадок для занятий физкультурой. Три года подряд Югра входит в топ-5 лидеров по качеству жизни среди российских субъектов. Заняла третье место в рейтинге нашей страны среди регионов по социально-экономическому благополучию. Это только малая часть достижений, а тем, кому удалось поработать с Натальей Комаровой, есть что вспомнить. При Наталье Владимировне акцент перестал быть только на городе Хантамансийске с его социальными объектами. Акцент начал переходить на другие большие города нашего региона. Эпоха Натальи Владимировны действительно отметится серьезнейшими достижениями. Югра, вот нет никаких сомнений, что один из лидеров экономического развития в нашей стране, лидер демографического развития, лидер социальной политики. И если говорить о наших приземленных делах, мы находимся в парке «Россия. Моя история». И этот парк точно так же был, как проект, реализован Натальей Владимировной и ее командой. 2010 год, 10 февраля. Первая, с кем встретилась Наталья Владимировна, приехав в Хантамансийский автономный округ, это была общественная палата. И вот такое огромное внимание гражданского общества сопровождало все 14 лет ее нахождение в посту губернатора Хантамансийского округа. Огромное внимание к жителям, встречи с населением и, конечно же, поддержка НКО. Это именно у нас был создан один из лучших фондов социальных и гражданских инициатив по подобию фонда президентских грантов. Поэтому со всеми, по важным решениям, она всегда советовалась гражданским обществам. Изменения в план приватизации, социальные выплаты работникам муниципальных учреждений, повышение арендной платы за пользование имуществом города, а также еще несколько десятков вопросов обсудили в Думе Сургута на итоговом заседании. Базовые ставки по найму муниципального имущества останутся на прежнем уровне. Индексация признана нецелесообразной. 20 бюджетных учреждений города получат бюджетные средства на обновление материально-технической базы. Часть денег, предназначенных на исполнение наказов избирателей, потратят на покупку систем дистанционного управления воротами, видеонаблюдение, оборудование для столовых, наглядных пособий, интерактивных панелей для учебных классов, школьных музеев, музыкальных инструментов, мебели, бытовой и компьютерной техники, инструментов. Запросы получили 13 депутатов. Помочь в той или иной степени удастся 20 учреждениям сферы основного и дополнительного образования, детским садам, театру, музею, подростковому клубу. Кроме того, одобрили и предлагавшиеся поправки в бюджет Сургута. Он незначительно увеличился в объеме, а часть средств перераспределили на другие программы, среди которых капитальный текущий ремонт и обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в более чем 30 объектах социальной сферы, ремонт дорог, закупка автобусных остановок и другое. Как и прежде, сохранена социальная направленность расходной части бюджета. Традиционно основной объем расходов направлен на финансирование отраслей и социальной сферы, образование, культура, здравоохранение, физкультура, социальной политики, что соответствует программной структуре расходов бюджета и условно составом полномочий, закупленных за муниципальное образование. В российских школах сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по математике. Экзамен один из самых массовых, так как является обязательным, но существует в двух формах. На текущий момент 61% детей из числа сургутских выпускников сдали базовую математику, 39% ребят написали профильную. Она нужна тем, кому результат требуется для поступления в ВУЗ. Большинство из тех, кто пришел сегодня в пункт проведения экзамена в лицей номер один, приоритетом для себя выбрали базовый уровень. Кроме того, выпускники имеют возможность при желании улучшить результат, пересдав работу в резервные дни 4 и 5 июля. Сегодня самый массовый предмет, который ребята сдают, один из массовых. Русский язык был обязательным. И математика это тот предмет, который у нас сдается в двух формах. Это либо базовый уровень, либо профильный уровень. На сегодня вот в пункте, в котором мы находимся, ребята сдают базовый уровень математики. 320 человек в пункте. Это достаточно самый большой на сегодня пункт. Все образовательные организации, которые являются пунктом проведения, сегодня задействованы. Работу на ЕГЭ по базовой математике пишут максимум 3 часа. Всего школьникам дают 21 задание на профильном уровне. Задач на 2 меньше, но времени почти на час больше. Результаты будут известны в период с 14 по 17 июня. Ранее школьники уже сдали обязательный экзамен по русскому языку. Как отметили ребята, процедура не так уж и страшна, как может показаться на первый взгляд. Сдаем математику базовую. На самом деле очень страшно. Очень волнительно готовились. Наверное, от силы месяц. Но все равно очень страшно. Просто бывают варианты, от которых все зависит. И очень страшно, какой вариант попадется. И от этого зависит оценка и баллы. Ищите нас на новом месте. Телеканал Соргу-24 с 1 июня будет вещать в сетях провайдера Ростелеком на 25-й кнопке. В пятницу, последний день, когда мы работаем на 756-й, один из крупнейших медиахолдингов ХМАО продолжит показывать угорчанам телепередачи, документальные, художественные фильмы, детские, познавательные, информационные и другие передачи, как от ведущих контент-центров страны, так и проекты собственного производства, в том числе и новостные, информационно-аналитические, просветительские, спортивные, развлекательные и другие. И все это в режиме 24 на 7 на телеканале Соргу-24 с 1 июня Ростелеком 25-я кнопка. Я недавно вспоминала старый фильм «Москва слезам не верит», в котором один из героев говорил, что однажды театр и кино все пропадет, останется только телевидение. К нашему счастью, конечно же, и театральные постановки и кино переместились на телевидение, тоже остается жить. Но он оказался прав в одном – новости действительно по-прежнему все так же интересны любому населению, особенно населению Сургута. Поэтому у нас действительно хорошая новость – телеканал Сургут-24, который рассказывает жителям нашего города о жизни Сургута. И Югры переехал в Ростелекоме на 25-ю кнопку. Это значит, что местные новости, программы нашего производства, такие любимые уже среди населения, стали более доступны. Сон разума. В Сургуте прошел ночной полумарафон по интеллектуальным играм. В течение 12 часов представители Сургута, Нефтьюганска, Нижневартовска, Тюмени и Ноябрьска тренировали не только ум, но и выносливость, и силу духа. Победителям удалось ответить на три четверти вопросов из двухсот. Кому удалось побороть сон, себя и турнирные задания, знает Мария Ливаньяна. Внимание, время. Стоим ответы. 17 туров, 200 вопросов и ровно одна минута на размышления. В Сургуте прошел ночной полумарафон по интеллектуальным играм. В течение 12 часов 14 команд искали ответы в глубинах своего разума. У нас идея сделать полноценный, полный марафон, 24 часа, то есть и дневной и ночной. Но сейчас, к сокращенной версии 12-часовой, решительной ночью, наверное, будет поинтереснее. Более консидарная ситуация, когда вам устраивается в мозге не только работать на пределе, но еще бороться с сосном, бороться с нетипичным для бодрствования временем. Ну, это такая вот тусовка для комьюнити, когда можно действительно проверить свои силы в экстремальной ситуации. Это довольно интересно. Проверить свои силы в этот раз решили интеллектуалы из Сургута, Нефтьюганска, Нижневартовска, Тюмени и Ноябрьска. Вартовчане из моей любимой команды в играх не новички, постоянно играют в что, где, когда в родном городе. Теперь решили испытать себя на прочность и в Сургуте. В Нижневартовске не проводятся такие масштабные именно игры, чтобы именно несколько часов подряд сидеть, играть, думать. А здесь проводятся такие замечательные мероприятия, и нам это интересно. Мы хотим участвовать в подобных мероприятиях. Хотели бы, чтобы у нас в городе тоже они проводились. Никак не готовились. Просто мы в течение года посещаем игры нашего интеллектуального клуба, и, наверное, вот это и есть наша подготовка. То есть мы постоянно тренируемся, постоянно играем вместе, сыгрываемся вместе командой. И, собственно, вот приехали посмотреть, на что у нас получится. Посмотреть, что получится, пришли и сургутяне из команды «А мы думали сова». Коллектив сложился относительно недавно, но ребята уже стали завсегдатаями подобных мероприятий. Это стимул. Стимул развивать себя, узнавать что-то новое, постоянно совершенствоваться. Собрались по любви к интеллектуальным играм. Из разных сфер, из разных работ, разный возраст. Есть молодые, есть постарше. Нас объединяет любовь к интеллектуальным играм. Как рассказали организаторы, ночной полумарафон – это своеобразный итог сезона, который длится с сентября по май. К слову, в «Что, где, когда» в Сургуте играют во всех школах. Есть своя студенческая лига и взрослый чемпионат. На городские соревнования, например, постоянно заявляются около 40 команд. Это, наверное, одно из самых массовых движений, в принципе, и у нас в округе, и в стране. Оно не очень такое, знаете, публичное, потому что эта история… Все время они развивались из двух телепроектов. Соответственно, например, КВН шел по своей стезе. «Что, где, когда» появилось также, например, в то же самое время. Создавали те же самые люди. И оно тоже имело свою основу. Но если КВН, он основан больше на зрителей, поэтому на нем больше знают, его больше смотрят, то, что КВН больше на участников. Здесь основное удовольствие от игры и все полезные навыки получают люди, которые есть непосредственно в нем участвовать. Смотрите, это довольно странно. Сидят люди за столами, читают вопросы, там кто-то радуется, кто-то печалится, и все. Здесь особого экшена для зрителей нет. Но это довольно массовая история, потому что, действительно, это довольно простая форма самореализации. По итогам прошедшего ночного марафона весь пьедестал почета заняли сургутяне. Впереди у команд три месяца отдыха и подготовки к следующему сезону. Мария Ливанян, Татьяна Расторгуева, Никита Коншин. Сургут-24. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире телеканала Сургут-24. Этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. Всего хорошего. До свидания. Сургут предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет. Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине «Цветы мира». Югорский тракт 7-4. Блок А. Телефон 70707. Телеплюс. Провайдер то его города. «Я хочу, чтобы дети были здоровы». «Я хочу, чтобы дети были здоровы». «Я хочу, чтобы дети были здоровы». Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова